Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Подписывайся на мой инстаграм, если еще это не сделал. Ну и, конечно же, на канал тоже подписывайся, здесь интересно. Я сегодня вас приглашаю погулять и посмотреть, как дела обстоят на вершине Краснополянских гор. А именно мы отправляемся на флакон, высота 170. Это горная олимпийская деревня. Очень там красиво, мы очень много там гуляли, там классные есть локации. Поэтому давайте вместе с вами. А мы, кстати, сегодня вот в полном составе погрузимся в эту замечательную прогулочку. Да, погодка немножко нас подвела. Плюс пока мы гуляли внизу, детки немножко промокли. Мы сейчас поднимаемся на машине в горы и видим здесь снег. В общем, я не буду затягивать, погнали. Здесь идет такая вот реконструкция. Сейчас пропускают по светофору сначала одни, потом другие. Видимо, из-за дождей обвалилась туда дорога, походу, потому что ей давно было пора уже обвалиться. Судя по трещинам, которые были мы здесь, когда ездили. Вот вы можете посмотреть последствия, что, когда спускается с гор. Видите, как все деревья вот так вот все. Сюда можно подняться также на подъемниках, да, в эту деревушку. Как горело там. Но мы, как правило, поднимаемся сюда на машине, там гуляем и обратно спускаемся. Ух ты. Здесь, ребята, бесплатная парковка. Как она выглядит, я сейчас вам покажу. Все увидите. Посмотрите, какой потрясающий вид открывается, друзья, с дороги. Да, конечно, уже все так серо, потому что сезон заканчивается, снег тает, шапки начинают лысеть. Уже все не так, как, например, в январе-феврале. Но, тем не менее, снег даже до сих пор лежит здесь на флаконе, но он такой уже грязноватый. Так, ребята, вот мы и подъезжаем. Как раз указатели. По-прежнему здесь великолепнейшая архитектура. Все сделано в стиле, я не знаю, если это можно назвать в стиле Швейцарии, значит, это в стиле Швейцарии. Очень красиво. Сейчас мы здесь где-нибудь припаркуемся в свободном местечечке. Ну, вот они. Так, наши ребятки стоят уже. Ага. И отправимся гулять. Так, ребята, мы поднялись, заехали вот на такую парковку. Мы, собственно, тоже припарковали. Здесь такие сразу красивые здания, архитектура, флаги висят. Достаточно большая парковка. Я даже как-то раз говорил, что я думаю, что в сезон здесь будет печально с местами. Но сейчас, конечно, не самый пик сезона, но тем не менее, людей еще достаточно катают. Вот люди идут, довольны, накатались. И здесь исполно свободных мест. А мы сейчас, значит, друзья, мы на заехали, они здесь себе сняли отельчик. А мы сейчас проходим вот в таком помещении. Сейчас покажу вам карту. Стой, как это все выглядит. Можете поставить на паузу, да? Посмотреть. Парковка платная, это если заезжать. А мы с вами идем. Артем! А мы с вами заходим вот в такую вот буточку. Там досмотр вещей. Погнали. Мы вас их оставим туда, поработаем по катастрою, ладно? Все, давай, Анатем, мы потом придем домой. Есть чем заняться? А, ты все-таки с нами? Ну, ладно, пошли. О, посидание. Так, ну, мы прошли этот контроль, как всегда, со смехом. Детвора пошла не туда. Посмотрели, что в сумках. О, портфель. Я, кстати, забыл портфель, представляешь? Так, ну что, вот кто, значит, заезжает. Вот так вот заезжаете. Тут вот оплата парковки, да? Есть подземный паркинг. И вот тут есть локация. Сейчас поднимемся, вам все покажу. А мы пойдем с вами вот так вот по лесенке. Там все обойдем, походим. Там много игровых детских площадок, смотровая. В общем, короче, сейчас все посмотрим. Итак, друзья, вот здесь написано, что есть. Это такое заведение-кафе. Вот тут красиво все так расписано, да? One, two, three. Это не реклама. Есть классная вывеска, от которой я всегда кайфую. Счастье не за горами. Яндекс.Гоу. Здесь собираются все, кто, видимо, на такси приходят. Вызывают себе такси, да? Уезжают в такси. Здесь вот такая локация. Стул. Гляньте фотки. Тоже с года, когда мы жили здесь. Посмотрите, как это смотрится на фоне гор. Шикарно, шикарно. Да, все, конечно, так вздутое. Почему-то в таком все состоянии каком-то не очень. Ну, блин, не знаю. И вот они, горы. Да, снег уже такой не белый, а какой-то серый. Такс. Качелька даже есть. Слушайте, я вообще очень сильно, правда, удивлен, что все находится в таком состоянии. Везде бычки, бумажки какие-то. Я не знаю, видимо, здесь лежал снег, да? Вот, судя по остаткам снега, сейчас идет дождь. И просто, возможно, снег растаял, и все, как говорится, говнецо вылезло наружу. Я, ребятки, сейчас поднимаюсь. Здесь нужно преодолеть много-много ступенек. Также я вот как родитель, да, говорю минус, что здесь нет никакого пандуса, рельсов для колясок. И те, кто с детьми, фу, на колясках. Ну, проблематично, да, немножко будет. Вот они, отельчики. Все пустует. Как будто бы реально закончился сезон. Мы вот слышали, что сезон заканчивается. О, как ты красиво одеться, но... Все, не надо, не надо, ты где? Ух ты. Вон же они. Да. Здесь, видимо, нехило кто-то врезался в парковку, походу. Раз так снесли забор, да? Смотрите как. Атмосфера, конечно, классно. Я вот снова и снова повторюсь. Посмотрите, какая архитектура. Я вам хочу показать еще, что здесь вот такие вот указатели есть, да, детские площадки, канатная дорога. Вот, кстати, тут есть родельбан. Сейчас, если нас дождь не спугнет, мы обязательно везде с вами пройдемся. Я вам все-все-все покажу. Ну, здесь летом типа такая летняя кухня. Здесь стоят качельки. Тоже мы здесь очень любили залипать. Ну, здесь, да, плюс бесплатная парковка. Быстренько доехать, не такой сложный серпантин. Он живописный, красивый. Вот. Ну и, собственно, отельчики. У нас ребята тоже заселились сюда в отель. Вот они. Что, вы отпадете? Да, да, да. Ну, также немножко, коли у нас ребята заезжают, я вам покажу атмосферу. Здесь вот так вот все сушится, видите? Вот такая вот история. Уу, какая красивая локация. Все светится. Такой ресепшен у них достаточно стильный. Агнесочка. Наши. Тут очень вкусные завтраки. Да. Предлагаю прямо сейчас завтрак устроить. Да. Да, ребята, погода очень сильно испортилась. Идет дождь, но я думаю, нам не помешает прогуляться. Осмотреть здесь все окрестности и вам все показать. И чтобы вы для себя сделали решение, приехать вам сюда не приехать. И в любом случае, конечно, я советую сюда обязательно приехать. В общем, я вооружился зонтом, камерой. Дождь идет. Достаточно такой своих я оставил всех перекусить. Они там пока чай попьют. А мы с вами прогуляемся и все посмотрим, какая здесь обстановка, какая здесь атмосфера. И, соответственно, погуляем под дождиком. Посмотрите, все тротуары, прям вода течет. Как проходить, не знаю. Да, дожди, дожди, дожди. Вот так вот вместо снега. То есть, когда вы приезжаете январь-февраль, у вас будут здесь идет идти снег, то сейчас уже идет, друзья, дождь. Ой, виды здесь, конечно, бомбические. Архитектура потрясающая. А пока мы направляемся с вами все выше и выше и выше. Олимпийская деревня находится прямо на горе и все увеличивается, подъем. Напомню, самая низкая точка это... Пром-пом-пом, 1170, это вот откуда мы с вами начинали, да, то, соответственно, здесь, ну, метров, метров, наверное, на 100 точно выше. Здесь, я всегда, когда тут снимаю, я всегда говорю, что здесь интереснейшая локация. Вот за вот этим заборчиком, где лежит снежок, он там. Там очень круто провожать закат. Закаты тут просто бомбические. Я сейчас дойду до этого места, покажу, куда уходит солнышко. Но здесь очень красиво. Я сейчас прикреплю вставочку, посмотрите, какой закат здесь летом. Ну, он нереальный. Он за солнцем заходит за гору. Сейчас покажу, за какую. А пока посмотрите. Фу, у меня аж одышка. На какую высоту мы с вами только что поднялись. Парковки даже не видно. Здесь сразу можете увидеть детскую площадку. Сейчас, конечно, детворы нету, потому что идет дождик. Да мне вообще кажется, я такой один, кто идет в дождь. Кроссовки промокли. Но очень хочется, очень хочется, ребята, показать вам это место. Как оно выглядит в меж... Ну, не то, что в межсезонье даже, но тогда, когда уже, в принципе, все идет на спад. Посмотрите, какая тут, ребятки, красота. Вот она парковка, куда мы приехали. Вот он заезд. Вот он, вон тот рип, где мы ходили. И вон оттуда мы пришли. И посмотрите, какая высота. Перепад. Вот я оттуда снизу, получается, пришел. Запыхался. И вот, прям вот за вот эту гору. Заснеженную. Видите, она в такой туче. Уходит солнце. Выглядит это великолепно. А вот эти здания, это тоже олимпийская деревня, дополнительная олимпийская деревня. Высота 960. Тоже там неоднократно гуляли. Слушайте, ну прекрасно. Ой, какая красота. В ясную погоду, конечно, эта красота просто намного, намного красивее. А мы сейчас с вами двигаемся в сторону подъемников. Вот как раз вы можете оценить, да, если вы даже приедете катать, а там же внизу, вот такое как бы расстояние, вам придется ходить до подъемника. Ну, кто-то скажет, а, что там ходить-то? Ну, когда на вас оборудование, то есть там у кого-то лыжи, у кого сноубор, там еще что-то, ну, мне кажется, в горах каждый метр он заставляет задуматься, так сказать, что тяжеловато тащить все на себе. И плюс здесь, кстати, дальше у нас путь с вами начнется по лесенкам. В отличие от первых лесенок, по которым мы с вами поднимали, здесь они сделали пандус для тех, кто с колясками, но сделали это немножко как-то интересно и нелепо, потому что, видите, вот тут он есть, да, чтобы с колясочками подняться, да, если вы с детишками. А дальше идет лестница. Там, чтобы подняться с колясками, нет такой возможности. И, собственно, либо вы тащите коляску на себе, либо вам нужно вот так вот все обходить вдоль по периметру. Ой-ой-ой-ой, какие тут ручьи. Да. Все тает, посмотрите, тут никого. Мы с вами одни. Ну, нам сколько? Три человека, да, навстречу. Встретились. И все. Да, все, сезон идет на завершение. И, видимо, видимо, но все равно ребята еще приезжают катать снежные шапки в снегу. Поднявшись по лестницам, мы с вами попадаем в такое уже интереснейшее место. Тут есть наш любимый сурф-кафе. Такая баскетбольная площадка, сейчас покажу. Есть вот такая фотолокация. типа мамонт. Вот, классная. Так, что-то новенькое открылось. Я не замечал этого. Вот, и все очень тихо-тихо, да, в сезон тут вообще. Сейчас, кстати, температура где-то плюс 13, но, видимо, из-за того, что было очень-очень много снега. Он, конечно, тает, но тает очень медленно. Да, здесь большое сурф-кафе. Вот такая баскетбольная площадка, можно взять мячик и покидать, поиграть. Вон, еще детская площадка. Здесь, кстати, много проходят всякие различные фестивали. Вот так вот это все выглядит. Красота. Везде, кстати, указатели. Заблудиться нереально. А мы с вами идем дальше на еще очередную крутую локацию. В общем, посмотрите возле магазина ЗОЖ. Есть вот такая вот локация. То есть, отличные фотозоны. Посмотрите, как это красиво смотрится. Вот сюда вот можно просто встать и у вас получится классная фотка. Типа, вы едете на лыжах. Ну, клево же. Либо вот сюда встать, да, и вы, типа, выпряжки за хасками. Либо летом, да, вот эта летняя красная поляна. Вот можно полетать. Можно по горам по этим покататься на велике. Кто любит подобный экстрим. Либо вот скалолазами. Все очень-очень клево. И вот следующая очень крутая локация. Это аллея флагов. Посмотрите, как здесь клево. Да, и вот сейчас самое время сюда приезжать, наслаждаться и делать классные фотографии. Вот мы сколько раз тут были, всегда почему-то попадая в такой промежуток, когда тут никого нету. просто берешь где-нибудь стул, садишься и делаешь фотки. Сами зацените, какие получаются. Вот, здесь красиво, все флаги, ну красота же. Гляньте, как это кайфово смотрится. А мне так вообще великолепно. Также можно пройти вот сюда к забору. Я очень хочу показать вам, как в горах стелятся облака. Здесь дожди и облачность это, конечно, особая история. Почему? Потому что облака вот так уходят ложатся на горы. Посмотрите, мы просто когда жили, я всегда залипал на эти истории. Открыли здесь, значит, какой-то, видимо, фитнес-клуб. Здесь очень много всяких интересных моментов. Вот, видите, как это все выглядит. Ресторанчики. даже есть вот бассейн, можете наблюдать его, да, вот, и грязный-грязный снег. Да, очень-очень круто. Так, а мы с вами поднимаемся еще выше, вон там, получается, аллея флагов. Мы с вами идем еще выше, видите, здесь даже снежок, но у нас тепло. Здесь, значит, можно купить билетик и сходить вот в такой зоопарк. Зоопарк лапки. Вот. Есть очередная, детская площадка, есть указатели. слева, слева Радельбан. Давайте я вам покажу, что это такое, кто не знает. Это, в общем, такая штуковина, в нее садишься и по рельсам катаешься по всем горам. Сейчас попробую сюда подойти, если будет видно. Нет, тут не будет видно, значит, попробую показать сейчас с другой стороны. В общем, вот он, Радельбан, покупаете билетик и вот так вот по вот такому маршруту на таких специальных санках туда вверх-вниз, вверх-вниз, сами устанавливаете себе скорость. Ну, такое достаточно, наверное, интересное, экстремальное занятие. А мы с вами пойдем дальше. Вот просто, чтобы вы понимали, я вот так вот по снегу перебираюсь. Да, тут его еще, ребята, предостаточно. Конечно, наверху его еще больше. Да, вот тут, кстати, на ватрушках катаются, но почему-то, видимо, уже закрыто. Видимо, ну все, уже, короче, походок в сезон движется к завершению. Как я разговаривал одним с инструктором, на скейте вместе катались, он говорит, что сейчас катаются только вон там, на цирках, то есть на самой вершине. Сюда уже, ну, как бы все. Нет тут снега. Кафе, видите, вообще малолюдно. Никого, я не знаю, будет ли вам видно, что вот мы идем с вами прямо в тумане. Видны вот эти облачка. И вот они, кстати, подъемники. Тут, значит, также есть вот такая зона, это место встречи с инструкторами, то есть, если вы берете инструкторы, они вам здесь назначают встречу. Вот, подъемники, и пошла движуха туда вверх катать. Это подъемнички пошли уже вниз. Вот тут есть схема, давайте я вам тоже покажу, как все выглядит. Можете поставить на паузу, посмотреть. Дальше лесенка, главная эмблема, олимпийские кольца. и, собственно, и, собственно, друзья, все. Дала нам погода, вместе с вами все-таки прогуляться. Я вот, видите, даже зонтик сложил, дождик прекратился, но ботинки мои насквозь мокрые, потому что, потому что мне приходилось пересекать дорогу, ходить по снегу, по дороге лились такие сильные. Ручеи, в общем, я весь вымок. Вид отсюда, друзья, ну, посмотрите, какой крутой. Очень и очень здесь классно. Это, кстати, самая лучшая вершина, которая есть. Ну, там, допустим, Газпром есть, 960 и вот это флакон. Вот эта вершина самая кайфовая. Вот для прогулок, для прогулок, ну, и отчасти для отдыха, наверное, если просто приехать здесь погулять на 2-3 дня, пожить в горах. Ну, что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Как вам? Поддерживайте лайком, пишите свои комментарии, кто здесь гулял, отдыхал, катал. Обязательно пишите, как вам, как вам вообще в целом инфраструктура данной высоты. В общем, жду от вас в комментариях ваше мнение. Очень интересно всегда читать, когда вы отзываетесь и пишите свои какие-то отзывы. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Но перед тем, как вы закончите просмотр, уделите одну минуточку своего времени и сделайте репост данного видеоролика в своей социальной сети. Это будет огромнейшей поддержкой для нашего YouTube-канала. Я с вами прощаюсь. Пока!